Школа является главным системообразующим фактором во взаимодействии школа-вуз-предприятия. Ведь именно в школе ученик определяется с выбором профессии и высшего учебного заведения. Чтобы подготовить качественных специалистов в сфере геологии, детей готовят еще со школьной скамьи. Но предмета геологии в школах нет, поэтому к работе привлекаются преподаватели географии. Так, на семинар геологические знания в курсе школьной географии прибыли учителя со всей республики. Мы хотим донести до учителей географии республики Татарстан, насколько важно развивать геологическое движение. У нас нефтехимическая республика, и поэтому для нас это очень важный вопрос. Мы хотели бы, чтобы эту работу они очень качественно на местах выполняли. Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ проводит системную работу школа-вуз-предприятия. В республике 38 школ базовых площадок по обучению геологии, которым КФУ оказывает методическую поддержку в олимпиадном геологическом движении, в оснащении кабинетов естествознания. И кроме того, в институте есть школа юного геолога, где преподаватели и даже сами студенты помогают ученикам в изучении геологии. То есть, это такая организация, объединяет преподавателей, которые работают со школами. Здесь есть два варианта. То есть, либо преподаватель работает прямо в школе, либо дети приходят в институт и работают с нами. И здесь подразделение – школьный факультет. Мы его так называем. Это подготовка детей студентами. То есть, мы готовим их к олимпиадам, конференциям. В школе заинтересованные в геологии дети занимаются во внеурочное время. Могут пройти школу геолога при КФУ и уже со школьной скамьи быть более уверенным при выборе образования в высших учебных заведениях и в своей будущей профессии. Мы заинтересованы в правильно профессионально ориентированных абитуриентах, целевых абитуриентов, которые уже знают, что такое идеология. Они не случайные люди. Они приходят, должны по нашему замыслу прийти в наш институт уже правильно профессионально ориентированными. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Универ Ньюс.